Всем привет! Благодаря Лере Форевер Эдикт за то, что мы вместе с ней поехали прогуляться по магазинам. У меня появились небольшие покупочки, которые я собираюсь отправить вам на подарочки. Поэтому давайте же посмотрим, что я прикупила. Начну я с менее интересного к более интересному. Во-первых, прикупила у моих два шампунчика от Hawaii по 700 миллилитров. Вот почему сразу два, потому что они были вообще по доллару. Скажем так, 700 миллилитров по доллару. Это очень большая редкость, чтобы купить за такую цену. А также там я прикупила вот такие вот четыре зубные пасты от фирмы Aqua Fresh 4 на 10. Это где-то за 2.8 доллара. Тоже очень, скажем так, дешево. Мы уже одну открыли, пробуем. Очень хорошая, как бы никаких пререканий. Вообще я люблю Aqua Fresh. Не так давно я была в магазинчике Miniso Japan и что и прикупила там вот такие вот милашки. Вот такие вот милые подставочки для зубной пасты. Посмотрите, какая прелесть! Ой, не для зубной пасты, а для зубных щеток. Посмотрите, какая красота! Я, на мой взгляд, и взяла две самые симпатичные. То, что остальные были такие менее прикольные. А вот тут очень даже я вот так прямо и отправлю. Это у меня отправляется на подарочки. Вы знаете, что на меня иногда нападает вязание. Так я купила наконец-то. Наконец-то там привезли, что не надо заказывать ни с Алиэкспресс, ни с какой другой страны. Вот такие вот типали дощечки. Это для квадратной корзинки. Я прикупила. А также вот такую вот форму цветочка. Корзинку цветочка. Круговую такую небольшую. И сердечком. Хочу попробовать. Я надеюсь, что эти деревяшки такие достаточно плотненькие, достаточно стойкие для того, чтобы у меня что-то с ними получилось. Очень довольна, кстати, вот эти вот три деревяшечки. Каждая стоила 4 шекеля или 3 на 10. То есть, кстати, три деревяшечки за доллар. Это шикарная цена. Следующим у меня закончилась умывалка для лица. Да, вот второй этап. У меня раньше была от Арифлейм. Но опять же, Арифлейм надо заказывать с другой стороны. Поэтому мне Лера посоветовала вот эту умывалку от Доктор Фишер. Там у нас было 2 умывалки. Одна в сиреневом, одна в голубом цвете. Она сказала, что в принципе не имеет значения. Они обе неплохие. Так я вот прикупила в голубом цвете. Она стоила 17 шекелей. А по скидке сейчас было 11 шекелей. Честно говоря, еще не успела попробовать. Хотела показать сначала вам, а потом уже использовать. Но также там, что мы обратили внимание, может, так сказать, относительно новая фирма Балунс. Я некоторым отправляла на подарочки такие бомбочки для ванны. А теперь вот прикупила для себя мицеллярную воду. Кстати говоря, здесь написано 34,90. А оно сейчас все по 9,90. И это Салоя Вера. Вот самое интересное, что у них все продукты с разными, как говорится, начинками, скажем так, да. Это обогащенная Алоя Вера. Но из-за того, что это было всего лишь за 9,90, я также прикупила и вот такой вот мицеллярный гель для умывания. И это уже со вкусом яблочка. Видите, вот она стоила 34, а стало 9,90. Кстати говоря, я не сказала, мицеллярка сколько здесь? 400 мл. Мы сравнили с Гарниер. Гарниер тоже стоит 34 шекеля, но на Балунс сейчас была скидка. И мицеллярный гель 230 мл. Вот то, что здесь удобно, здесь носик идет. Будем пробовать. Еще не удержалась и прикупила вот такой вот мусс. Тоже на основе мицеллярной воды для умывания. Тоже вместо 40 шекелей, да, считайте 9 шекелей. И это уже с обогащением груши. И здесь 150 мл. И здесь, как говорится, какая помпа, оно выдает пенкой. Также будем пробовать. Я надеюсь, что оно мне не будет все вонять сладостью. Но если что, мне мама моя поможет. У меня на всякий случай припасена еще мицеллярка от Гарниер. Я хочу поставить разные продукты в использование, чтобы посмотреть, да, то есть стоит оно вообще того, не стоит того. Хорошие продукты, нехорошие. Мы это все попробуем. Ну и пойдем по Сабон. Во-первых, я прикупила много разных продуктов. И мне дали еще вот таких вот пакетиков. Да, сумочек. Что очень удобно. Каждому положить подарочек, скажем так, в свой пакетик. В первую очередь я прикупила, девочки, вот такой вот освежитель для воздуха. Да, арома. Это стеклянная баночка. Не буду доставать, так как она очень удобно упакована. Даже палочками так закрепили. Для того, чтобы она хорошо долетела в посылки. Я все равно буду переживать, так как это стекло. Будем надеяться, что он долетит отлично. Со вкусом сахарной сливы. И я прикупила, девочки, аж целых вот таких вот четыре штучки. Вот такая вот красота. Очень красивое оформление. Аромат мне понравился. Не могу сказать, что особо, да. Ну, как бы резкий. Так мне понравилось. Следующим так получилось, что с этим же вкусом так просто совпало. Сахарная слива мыла. Аж целых четыре кусочка. Это кусковое мыло. Я как-то пробовала кусковое мыло от Сабон. Мне очень понравилось. Но там у нас, знаете, кусковое мыло продается на развес. То есть вы говорите, какое мыло вам отрезать. Вот так вот оно выглядит. Смотрите, какая красота. Сабон 100% кайф. Pure pleasure. Удовольствие. Кайф. Вот такое симпатичное мыльце. Я его не буду держать в руках, чтобы оно не потаяло. Получается как бы уже практически набор из одного вкуса. Я приобрела вот такой вот крем для тела. И здесь, кстати говоря, 350 мл. И также, девочки, сахарная слива. Смотрите, ну немножко получается в каком-то другом оформлении. Это более такое, да, сиреневое. А это в таком зелененьком. От нормальной до сухой кожи. Кстати говоря, у нас Сабон очень заявлено, как более натуральная косметика. С натуральными маслами. Тут вот есть описание. Но оно, правда, немного мелковатое. Сейчас попробую навести камеру. Для тех, кто любит вот эти, почитать ингредиенты. Ну, использование мы знаем. Все равно. Мне все очень приятно. Такой нежный этот тюбик. Такой гладенький-гладенький. Следующим. Мне дали в подарок, за всю эту покупку, таких вот два кремика для тела. Да, это как пробнички по 15 мл. Хотя, я хочу сказать, 15 мл. это не так уже мало. Со вкусом Blissful Green. То есть, зеленый аромат. Мачо-чаем. Ароматизированный, да. Мачо-чай. Вот это интересно. Я не пробовала это. И еще вот таких вот 4 пробничка. Тут уже по 3 мл. Face Polisher. С ментоловым маслом. И лемонграсс. От нормальной до жирной кожи. Она сказала, девочки, что это как мыло для умывания. Опять же, мы можем почитать. Продавщица, да, сказала нам. Facial Scrub. То есть, получается, как бы немножечко скраб. Умывалочка такая, легкая. Потому что написать Delicate. Нежная. Вот. Помассировать мокрую кожу 2 минуты и сполоснуть. Интересно. Вот, да, ну попробуйте. У меня когда-то было такое. Покупала как-то адвент календарь. Но, если честно, я уже не помню, был там этот продукт или нет. И даже если он и был, да, то какой он. В фирме Собор, девочки, я приобрела вот такую вот кучу сумочек. Очень удобная вещь. Во-первых, она вот такая вот, как льончатая. Маленькая вот такой сумочки. Вы можете это повесить на свою большую сумку или внутри. И, например, когда вам надо, этот чехольчик, вы его открываете, а там внутри вот такой как шоппер. Небольшой, но очень удобный шоппер. Например, вы идете в магазин, забыли сумку, достаете ее тут и пользуетесь. Кстати говоря, у моей подружки уже есть такая сумочка. И она говорит, что она очень выносливая, очень удобная. Самое то, что она, как бы, в вашей дамской сумочке не занимает много места вообще. То есть, очень удобно все время ее носить с собой. Вдруг вы там что-то прикупили продукт или вам нужно какие-то документы положить. Что-либо. Раз, открыли. Как говорится, попользовались и обратно. Даже если что-то разольется, это очень удобно сполоснуть ее и просушить, так как она клеенчатая. Даже если дождь попадет, вам это не страшно. Очень красивая вещичка, очень удобная. И вот я как-то купила одну или две штучки, подарила своей подружке. Она говорит, что она незаменимая вещь. Мне очень нравится. И самое интересное, все ее спрашивают, где она такое прикупила. Ну и напоследок мы зашли еще в Сакару. Посмотреть, что же там интересного у нас продается. Девочки, нашла я новинки. А что за новинки? Тканевая маска. Ну, как скажем так, с маслом марихуаны. Вот это интересно. Увлажняющая и питательная. Взяла аж 4 штучки. На пробу всем. Девочкам подарок. Ну, все как обычно, да. Наносите 15 минут. И не надо даже смывать, по-моему. Значит, или остатки, да, маски, как говорится, массажными движениями, втереть в кожу или смыть. То есть, как вам нравится. Я люблю маски, которые смывать не надо. Это очень удобно. Потому что, если надо смывать маски, потом ты бегаешь и не знаешь, куда себя деть. А также уже на кассе нам продавщица подсказала, что есть еще одна маска новая. Гейлуроновой кислотой и черной икрой. Смотри, какая красивая. Вот. Делает кожу более упругой, да, улучшает и питает. Тоже так же я прикупила аж 4 масочки. Я не знаю, насколько там есть много икры. Но вот можно почитать. В любом случае, очень приятно, когда появляются какие-то новинки, есть возможность что-то новенькое попробовать. Не поверите, но чуть забыла показать вам аж целых 3 помадки, которые я прикупила на морском базаре, на морском привозе. К сожалению, было очень, ну, скажем так, маленький выбор носибельных оттенков, на мой взгляд. Поэтому я много не брала. Вот такие вот помадки от Rimmel. Вот такую я видела, девочки, впервые. Вот. Я так понимаю, что это как бы помада-бальзам. В номере 200 Moisture Renew Sheer and Shine Lipstick Roche Что-то Rosette Glow Glorious Pink Вот так вот, даже как-то не в сайте, как написали, Glorious Pink. Вот такая вот помадка. Она открытая. Все помады я открываю, девочки, потому что перед тем, как их передаривать, я хочу быть уверена, что они реально, как говорится, без греха, что их никто там не мазнул. Хотя я там стараюсь проверять на месте. Вот такая очень красивая. Но я так понимаю, что это как помада-бальзам. И вот даже глядя на колпачок прозрачный, это видно. Я поставлю, что мы могли любоваться. Следующую помадку я прикупила в таком тюбике. У меня, кстати говоря, в таком тюбике есть три помады. Помада в номере 160 в названии Rose Passion. Девочки, если честно, она была запаяна. Их там было много таких. Но дома я все равно открыла. Объясню вам со следующей помадой, почему. Вот такой вот красивый, насыщенный цвет. Вот, кстати говоря, более как бы, да, уходит в краснинку. Но у меня такое ощущение, что когда вы будете ей краситься, что она будет немножечко светлее цвет. Да, но она такой тоже насыщенный, но не кричащий цвет. И сейчас я вам расскажу, почему я открыла эту помаду. Прикупила, девочки, еще одну помадку. Вот уже в таком футляре, видите, как полупрозрачный, сиреневый. В номере 130 Oxford Street Fuchsia. Кстати говоря, вот эта помада и вот эта с одной линейки. Только почему-то в этой помаде розовый колпачок, а здесь сиреневый. Интересно. И что получилось там? Она была всего лишь одна. И мне понравилась по цвету. Но смотрите, что с ней произошло. Она здесь надавилась, и я этого не заметила. А почему? Потому что она выскочила со стика, и мне пришлось ее уже немножечко туда-обратно припихнуть. Соответственно, эта помадка останется мне или уйдет на подарок моей подружке. Такое, вообще-то, я выбирала для нее. Она нам разрешила потестить, хоть она и немножко, да, подбитая. Вот мы прямо этим уголочком и потестируем. Очень приятная, очень нежная, рисует моментально. Но я вам хочу сказать вообще, Rimmel, девочки, это немножечко проблемные помады. Потому что им очень жарко. Очень при очень жарко. С ними надо быть очень осторожными. Если вы получили их посылки, в первую очередь, положите их в холодильник, чтобы они немножечко схватились, а потом уже пробуйте их или выкручивайте. У меня есть помады, которые я вообще, как говорится, со стика не выкручиваю. То есть буквально чуть-чуть, иначе все. Потом она, как говорится, разваливается. Но с другой стороны, они очень красивые, и отказываться от них я не хочу. Вот такие вот покупочки у меня были, девочки, в течение нескольких дней. Да, скажем так, буквально за два дня. Шампунь и зубную пасту я прикупила чуть-чуть раньше. И подставочку для зубных щёточек. А всё остальное, в принципе, в течение нескольких дней. Вот что значит выйти в отпуск. Наконец-то, наконец-то, есть возможность что-то пойти и прикупить. Кстати говоря, на этой неделе мы также планируем пойти немножко шоппинг уже в другую сторону. И, может быть, там прикупим ещё что-нибудь интересного. А так, в принципе, основная половина от этого всё идёт вам на подарочки. Наконец-то, у меня есть время всё это собрать, упаковать и отправить. А на этом я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok